Вы слушаете канал GH.Club – Головные уборы викингов, с рогами по словам археологов родом из другой цивилизации. Эффектные шлемы, которые выбрали в качестве антуража лидеры бронзового века символизировали власть. Два впечатляющих бронзовых шлема, украшенных бычьими изогнутыми рогами, натолкнули на мысль, что более 1500 лет спустя викинги носили бычьи рога на своих шлемах, хотя нет никаких доказательств того, что они когда-либо это делали. Скорее всего, два головных убора были символами растущей власти правителей скандинавов в бронзовом веке. В 1942 году мужчина, работающий на добыче торфа для топлива, обнаружил два шлема с интересными орнаментами в виде «глаз» и «клювов» в болоте недалеко от города Викся в Восточной Дании, в нескольких километрах к северо-западу от Копенгагена. Внешний вид шлемов позволил некоторым археологам предположить, что данные артефакты произошли из эпохи бронзового века в Скандинавии, примерно с 1750 года до н.э. по 500 год до н.э., но у них до сих пор не было возможности определить точную датировку. В современных исследованиях учеными был использован радиоуглеродный метод для того, чтобы выяснить дату производства пробки из березового дегтя, которая была обнаружена на одном из рогов. На протяжении многих лет в массовой культуре шлемы Викся ассоциировались с викингами, говорит Хелли Ванткилди, археолог из Архузского университета в Дании. Но на самом деле это ерунда. Использование «рогатой темы» начиналось в Бронзовом веке и имело продолжение в Древнем мире Ближнего Востока. Новое исследование Ванткилди и ее коллег подтверждает, что шлемы находились на дне болота примерно в 1900 году до нашей эры, почти 3000 лет назад и за много столетий до того, как произошло доминирование викингов или скандинавов в регионе. Этот факт позволяет датировать головные уборы поздним скандинавским бронзовым веком. Временем, когда, по мнению археологов, постоянная торговля стала обычным явлением по всей Европе, а иностранные новшества начали влиять на культурные ценности коренных народов, пишут исследователи в журнале про Хиста Рижзит Шрифт. Фото «Яндекс.ру рогатые шлемы» По данным Министерства культуры Дании, в 1942 году мужчина, добывающий торф, обнаружил осколки шлемов. Когда фрагменты грязного шлема были впервые обнаружены, человек, который их нашел, подумал, что это остатки закопанных отходов, поэтому отложил их в сторону. Позже обломки заметил бригадир и сложил их в сарай для дальнейшего изучения. Более поздние исследования археологов из Национального музея Дании показали, что фрагменты, захороненных отходов, на самом деле были частями двух бронзовых шлемов, украшенных изогнутыми рогами. При раскопках торфяной ямы исследователи также обнаружили остатки деревянной плиты, на которой, по-видимому, стоял один из шлемов, что позволяет предположить, что они были намеренно опущены в болото. Но металл не может быть надежно датирован, и дальнейшие исследования показали, что деревянная плита могла быть помещена в болото раньше, чем шлемы. Только в 2019 году одна из коллег в Анткильде заметила березовую смолу на одном из рогов, когда она готовилась сделать новые фотографии шлемов в Национальном музее Дании, она заметила, что в рогах был первичный органический материал. И поговорила с коллегой из Национального музея, ответственной за коллекцию, и они согласились отправить образец для абсолютной датировки, сказал в Анткильде. Раньше любая информация о шлемах основывалась на их типологии, стиле, в котором они были сделаны, и символах, которыми они были украшены. Но новая дата основана на радиоактивном распаде изотопа углерода-14, который может определить, когда возникло органическое вещество. По ее словам, этот метод позволил археологам точно определить, когда были созданы шлемы, и теоретизировать их назначение. Типология довольно часто является хорошим первым шагом. Говоря хронологически, и это очень важно, когда мы можем иметь абсолютные даты, как в случае с углеродом 14, сказала в Анткилде. Теперь с этой новой датировкой мы знаем, что шлемы были оставлены в болоте. Возможно, кем-то, стоящим на деревянной платформе, около 900-го года до нашей эры. Солнечная символика помимо грандиозных рогов. Шлемы Викся скорее всего были украшены символами в виде глаз и клюва хищной птицы. Оперение, которое с тех пор разрушилось. Вероятно, было прикреплено к рогам при помощи березовой смолы. И у каждого артефакта также могла быть в наличии конская грива. Скорее всего, бычьи рога, а также атрибуты хищных птиц были символами солнца, поскольку подобная иконография того времени была обнаружена и в других частях Европы, например. Продолжение истории читайте на сайте jah.club